Жарминан Либертарио – орган выражения анархистской молодежи Леона, фия, что такое марксизм? Прежде чем приступить к критике принципов и результатов марксизма, мы считаем необходимым задать вопрос, который, по-видимому, имеет характер загадки, но который вполне оправдан, если учесть, что защитники этой доктрины утверждают, что только она предлагает необходимая однородность, ведущая к согласованной деятельности в борьбе за освобождение человека. Это следующий вопрос, что такое марксизм? Позже мы увидим, что, основываясь на текстах самого Карла Маркса, на него можно ответить очень разными, даже противоречивыми способами. А пока давайте ограничимся некоторыми непосредственными практическими аспектами, которые действительно влияют на историю. В 1936 году, до Триумфа Франка, в Испании существовало три известных течения. Социалистическая социалистическая партия, которая была наиболее важной. Официальная коммунистическая партия и рабочая партия марксистского объединения, ПОИОМ. Каждое из этих течений претендовало на то, чтобы быть единственным действительным, единственным подлинным представителем мысли Маркса. Но коммунистическая партия назвала членов Испанской социал-демократической партии предателями и заявила, что она нарушает священные принципы, изложенные в коммунистическом манифесте и капитале. На что лидеры теоретики социализма, продолжавшие Пабло Эглесиас, Хаймер Вера или Пабло Латфарк, ответили осуждением отклонения, которое состояло в попытке осуществить социализм в недостаточно индустриализированной стране и насаждении диктатуры пролетариата, когда условий не существовало. Социально-экономический характер, концентрация капитализма, важное развитие промышленности и промышленного пролетариата, технический прогресс в сельском хозяйстве с ликвидацией ахаичных форм собственности на землю, обозначенный марксизмом как синекуанан условия социализации в соответствии с предполагаемой научной концепцией социализма. Полум отреагировала на эти два течения, а вместе с ним на троцкистов, половинчатых пумистов, нарушивших принципы марксизма, с одной стороны, тех, кто не хотел осуществить социальную революцию как можно скорее, с другой, тех, кто хотел провести ее в соответствии с нормами. Применялась официальной коммунистической партией, которая вслед за Сталином нарушила принципы марксизма-ленинизма. Только интерпретации пумиста или троцкист марксизма был хороший, подлинный один, бесспорный один. Сегодня у нас есть сталинистские коммунистические марксисты, троцкисты-коммунисты-марксисты, пумисты-коммунисты-марксисты, коммунистические марксисты-мальцедуна, итальянские ревизионистские коммунистические марксисты из Тольятти, коммунистические марксисты, которые поддерживают направление, созданное кручевым. И различные токи троциста. Мы забыли тетистов. Но исторически и на мировом уровне, токи и подводные токи были множественными на протяжении многих десятилетий. Разделенные и противоположные школы интерпретаций, каждая из которых по-своему претендовала на то, чтобы быть единственным бесспорным толкователем марксизма. До русской революции реформистские и полуреформистские марксисты, революционеры и полуреволюционеры сталкивались повсюду. В самой России большевики с Лениным, Черчерином и Сталином меньшевики. С Плеяновым, основателем русской социал-демократии, и Мартовым, в центре которого был Тросский, наносивший удары налево и направо, они жестоко дрались и обвиняли друг друга в правых и левых уклонах. В Германии, на родине марксизма, революционная конденция во главе с Розой Люксембург и Карл Литкнефт упорно боролись против реформистской социал-демократического большинства, основным теоретиком был Бернштейн. Между ними было полуреволюционное и полуреформистское направление, возглавляемое Карлом Каутским. Самый печально известный марксист того времени, которого Ленину пришлось немало побить, назвав его предателем Каутским, когда он увидел, что его немецкий оппонент отказался одобрить захват власти русскими большевиками. Как можно предположить, Каутский продемонстрировал, на основе ортодоксии не менее бесспорным, чем Роза Люксембург и Карл Литкнефт, что две другие тенденции придала мысль Марксии и Энгельса. Обсуждения не вращались только вокруг тактических проблем, поскольку каждый настоящий марксист должен всегда научным, философским и доктринальным придерживаться малейшего из своих жестов. Они касались теоретических вопросов, связанных со стратегией, всегда подлинно марксистской. Это привело, например, к тому, что в первую очередь связано с кризисами капитализма в соответствии с научным и диалектическим марксистским методом. Некоторые утверждали, что эти кризисы начались с избытка сырья. Гельфердинг, блестящий немецкий теоретик, утверждает, что это происхождение следует искать в денежных и финансовых проблемах, в то время как профессор Тугом Барановский, русский марксист, который будет обсуждаться позже, подтвердил, что объяснение более очевидно было неспособность рынка поглотить объем промышленного производства, общий тезис экономистов, приправленный марксистским соусом. Во всех странах Европы, во Франции, Италии, Бельгии и т.п. В меньшей степени в Англии, где социализм никогда не был марксистским, несмотря на тот факт, что Маркс написал свою работу в Лондоне и взял развитие английской экономики в качестве основного материала своего социализма, в течение боролись и помнили споры и противодействия христианской церкви, католические, протестантские, православные и инославные, обсуждают божественность Христа, значение крещения, ценности исповеди, святость Папы или действенность Марии. И если мы вспомним, что эти споры привели к религиозным войнам, к истреблению ложных христиан истинными, то мы можем считать их несущественными. В большевистской России они привели к полному уничтожению всех нелинейских или сталинейских марксистов. И всех немарксистских революционеров. К этим великим течениям нужно добавить малые. Их было бесчисленное множество. Юлиан Горкин, который в 1936 году отделился от коммунистической партии, оставаясь марксистом, недавно рассказал нам, как он был назначен. В этот день установить Мексике контактную связь между примерно 15 оппозиционными и марксистскими партиями меньшинства, всеми европейскими. Естественно, каждый также претендовал на то, чтобы быть единственным точным толкователем подлинной марксистской мысли и демонстрировал ее цитатами к песне. Наконец, упомянен некоторые марксистско-синдикалистские ядра, представленные Лабриолой и его друзьями в Италии. Сарелем определенного времени и его друзьями во Франции, аргентинскими союзными ядрами, внутренними течениями итальянского социализма. И те, которые были сформированы внутри российской коммунистической партии, установили власть, противостоящие другим Ленину, Троцкому, Бухарину. Зиновьев, Алехандра Каланта и Хлопников – эти последние два носителя тенденции рабочая оппозиция, защитники которой приравнивали Ленина к мелким буржуа и анархистам. Известно, что марксистско-ленинское направление появилось позже. Марксист-ленинско-сталинист, которого официальные коммунисты всего мира в течение 30 лет провозглашали единственно справедливым и подлинным, после того как с такой же искренностью подтвердили, что Ленинский был также единственно справедливым и подлинным, Кручевское направление – не менее справедливое и достоверное, чем предыдущее. И в данный момент прорабатывается посткручевское направление. Оно будет не менее марксистским, справедливым и аутентичным, какой бы путь ни избрал. Короче говоря, нынешняя китайская школа марксизма является для ее сторонников единственным достоверным толкователем мысли Маркса, как и нынешняя итальянская школа – ревизионистская того, что ее члены провозгласили единственной марксистской истиной с 1917 по 1961 год. Против него выступает не только ленинское, но и бордигийское направление, созданное в 1939 г. Бордигой. Что такое марксизм? Удачи для тех, кто считает, что может ответить с уверенностью, потому что, если бы можно было собрать всех представителей всех школ, чтобы привести их к согласию, возникла бы такая какафония, что сама Вавилонская башня была бы рядом с ней образцом единства. И гармония. Это не препятствует тому, чтобы каждая марксистская фракция была убеждена в единственной неоспоримой истине об интерпретации исторического или диалектического материализма, эволюции общества, настоящем и будущем человечества, политической стратегии и соответствующей революционной тактике в каждой из них. Нация, способ реализации социализма, этапы, которые необходимо пройти через революционный или парламентский захват власти, хорошие или плохие союзы, степень патриотизма, антимилитаризма, национализма или интернационализма, которые следует применять, продвигается в одном направлении неудачи в другом, использование государства, и, что замечательно, по каждой из этих позиций, какой бы противоречивой она ни была, можно обратиться к Марксу. Интерпретации марксизма больше, чем волос на бороде учителя. Но, несомненно, все представляет собой бороду, можно возразить, что все политические и социальные школы имеют разные и даже противоположные тенденции. Это правда. Но либерализм, республиканизм, немарксистский социализм, анархизм, третлинианизм не были основаны одним мыслителем, создателем доктрины, которая дала ему имя. Разнообразие мыслителей и теоретиков объясняет разнообразие направлений, и, прежде всего, каждый из них не претендует на обладание единственной истиной, в то время как в силу своего происхождения и своих научных и догматических утверждений марксизм должен представлять единство мысли, сплоченность. Теоретическая и практическая деятельность между теоретиками и теоретиками, комментаторами, активистами, переводчиками и различными сторонами. Множественность его вилок доказывает несостоятельность его реального содержания. Не существует единого марксизма, а есть множественные марксизмы в постоянном конфликте. Эти противоречия должны заставить задуматься тех, кто считает, что они нашли в ней единственную общую нить интерпретации истории. Гастон Леваль. Заблуждение марксизма 1967 Гастон Леваль, оригинальное имя Роберт Пилар, Париж, 20 октября 1895, Париж, 16 апреля 1978, был французским анархо-синдикалистом, борцом и историком испанской социальной революции.